Ну что, ребят, всем привет! Снова я, снова вы. Видосик по Call of Duty Modern Warfare 2. Сегодня у нас обсуждение второго этапа бета-тестирования. Насколько вы знаете, теперь бета-тест доступен для всех предзаказавших. И еще у нас появился новый режим. Тот самый, который рекламировали на Call of Duty Next. Это режим 20 на 20. Многие знают его как наземная война. Так вот, наземная война, что в Modern Warfare 19, что в MV2, это буквально мини-варзон. Это варзон с правилами мультиплеера. То есть у вас ХП как к мультиплеере, но при этом огромные куски карты из, соответственно, батл-рояля. Точно так же, как это было в MV19, там были куски карты от аэропорта, насколько я помню. И там были еще районы променада. Так вот, здесь то же самое. Здесь точно так же у нас есть две карты в 20 на 20. Но игровой процесс немножко отличается, потому что нам добавили ботов. То есть у нас идет теперь 20 на 20, и все очень, очень щедро приправлено ботами. Из-за чего возникает такое, знаете, ощущение движухи постоянной. То есть у вас вообще на всех уголках карты всегда что-то происходит. Это прикольно. Это прикольно. Но есть, конечно, некоторые проблемы. А также я только что понял, что возможно, возможно, это не мини-варзон. Не мини-варзон 2. Это скорее ДМЗ. Тот самый режим с ботами. То есть, похоже, выглядит он будет вот примерно вот так. То есть у нас будет большой кусок карты. Ну, должен быть значительно больше, чем этот. Разов, наверное, 4. То есть у нас будут квесты. Там будет огромное количество этих самых NPC, ботов. Так вот, ботов здесь несколько видов, но об этом попозже чуть-чуть. Для чего в первую очередь я играю на бета-тесте? Во-первых, я хочу поиграть с новыми механиками, с новой стрельбой, с новыми приколами и фишками данной игры. Но вообще-то вы еще можете получить огромное количество наград за достижение 30 уровня. Там за каждый уровень даются определенные штучки. Но самое главное это скин оперативника. И на 15 и на 30 уровне вам дадут чертежи. Так вот, чертежи очень важная штука. Потому что там будет чертеж, соответственно, на автоматический глок. Он очень сильный, он очень крутой. Поэтому обязательно хотя бы до 15 левела вы качаетесь. А также там будет еще чертеж на какую-то штурмовку. Который, опять же, вам позволит легче прокачивать, когда игра выйдет. Так что, нет, не теряйте. А если хотите узнать какие награды, можете зайти в мой телеграм-канал. Итак, давайте, самое главное. Ганблей, стрельба. Как это вообще? Пока я играл в маленьких картах, 6 на 6, это ощущалось не настолько жестко. Потому что в данной игре, в Modern Warfare 2, огромнейшая визуальная отдача. Что такое визуальная отдача? Это когда тряска самого прицела, а также тряска оружия во время стрельбы, значительно превосходит саму отдачу. То есть, оружие трясется очень сильно, но на деле отдача не то чтобы высокая. Игнорировать визуальную отдачу очень сложно. Потому что на дистанции она начинает перекрывать цель. Так вот, есть мнение, есть предположение, что нас ждет мета из пабга. Кто не знает, в пабге мета DMR. Ну, по крайней мере, была в тот момент, когда я в него еще играл. Потому что на дистанции намного удобнее было стрелять с полуавтоматических винтовок, которые наносили много урона за одно попадание. И при этом попадать было проще. Потому что отдача была только во время основного выстрела. То есть, у нас была отдача, подпрыгивал прицел, опускался обратно, вы опять прицеливались, опять стреляли. И когда вы в два-три ствола стреляете по бегущему челу, это намного проще, чем тратить огромное количество патронов с штурмовок. Так вот, по ходу нас ожидает то же самое. Потому что на дистанции, что пулеметы, что АР-ки, собранные полностью на контроль, имеют огромнейшую визуальную отдачу. Прицелы там хорошие есть только Х3 и Х4. Их трясет очень-очень сильно. Что касается ППшек. ППшки точно такие же жесткие, точно такие же, как в арт-зоне. В упоре стреляться очень просто. На дистанцию метров до 15 стреляют очень-очень кайфово. Какой-нибудь кастов собираешь. А, опять же, есть одна проблема. Так как я участвовал в первом этапе бета-теста, я успел сохранить себе, получается, кастомный кастов. Это АКСУ. То есть у меня на нем есть и глушак, и ручка, и прицел. И это удобно, это очень удобно. То есть даже кастов на 30 патронов является отличной ППшкой. И в упоре, и на средней дистанции стреляет очень-очень хорошо. Вы, к сожалению, попробовать его не сможете. Только обычный кастов, либо кастов из дефолтного набора. То есть вы можете взять набор по умолчанию, там будет у вас кастов. Еще, по-моему, то ли РПГ, то ли пистолет. Ну, короче, что-то такое. Так вот, кастов очень даже неплохо. Отличное оружие. Дальше. Пистолеты. Пистолеты просто какая-то жесть. То есть, во-первых, пистолет сам по себе убивает с трех пулек. Это больно. Это очень больно. То есть в режиме, где 100 хп, пистолет, который убивает тебя с трех попаданий в упоре, это жестко. Во-вторых, автоматический глок. Вы их можете увидеть в разных вариациях. Возможно, это будет вариация вот этого зеленого скинчика за 15 уровень прокачки. Либо это будет просто паленый, так скажем, глок, который еще во времена, опять же, первого этапа бета-тестирования люди себе сделали автоматическим и теперь бегают и стреляют. Это очень жестко. Он очень больно стреляет в упоре. Насчет геймплея. Геймплей интересный. Но. Есть одно но. Когда на карте большинство людей играет активно. Потому что они пушат свои участки карты. Плюс там есть боты. И все это выглядит очень-очень интересно. Возникают проблемы, когда ты заходишь в лобби, где много кемперов. Потому что невозможно выигрывать людей, которые сидят в ФК. Время до убийства буквально 3 пули. Это в районе 150-180 миллисекунд. Это может быть еще быстрее, если чувак, допустим, попадает вам в голову. Так вот, я напомню. Для тех, кто не понимает, ну, в сравнении. ТТК здесь в районе 150-180 мс. В то время, как выход из спринта, то есть, когда ты бежишь вот так вот, куда-то. А выход из спринта у аэрок около 300-350 миллисекунд. А у ппшек 200. То есть, даже ппшка, если вы играете активно, она не позволяет вам перестреливать людей, которые сидят и смотрят, допустим, в проем двери вот так. Это просто невозможно. Вы не можете не среагировать на чело и закрыться, потому что ТТК 3 пули. И вы не можете его перестрелять, потому что вам все равно требуется 150-180 мс на убийство. В варзоне это было реализовано намного лучше, потому что, опять же, у вас был ТТК в районе 600-700 миллисекунд в упоре. И на дистанции ТТК был еще больше, там, больше тысячи доходило на некоторых АР-ках. То есть, если вы не бежите прям открыто, то у вас есть возможность закрыться. И вас не могут прям сбрить моментально. Опять же, если вы перемещались плохо, то да, конечно, вас сбривали моментально. Здесь вас сбривают всегда. Кемперы выигрывают в большинстве ситуаций. От этого жопа горит очень сильно. Так, давайте про ботов. Ботов очень много. Ботов есть несколько видов. Один вид ботов умирает буквально с двух пулек, как и люди. Второй вид ботов имеет арморки. Что их объединяет? Они невероятно тупые. Они очень медленно на все реагируют. Поэтому, если честно, даже в хазард-зоне боты были жестче, чем здесь. Единственная проблема здесь ботов, они ваншотят. То есть, там, чувак какой-нибудь бот с дробовиком забегает к тебе. И вот ты одного бота убил. Хочешь убить второго, пока меняешь оружие, у тебя ваншотят. Такое тоже бывает. Это очень непривычно, так скажем. Но из-за ботов создается та самая динамика. Потому что небольшие карты наземной войны, которые были в МВ-19, они были не настолько интересными. Потому что они были достаточно компактными. И в итоге линия соприкосновения, она была обычно в одном и том же месте. Чуваки просто стояли и стрелялись. Или стояли со снайперками. Здесь из-за плотной застройки получается такая тема, что снайпера где-то по краю карты, либо посередине на дороге стоят, либо где-то там на крышах сидят. А вы сражаетесь, если вы бегаете с автоматом или с ППшкой, вы сражаетесь внутри домиков. Это прикольно. И насчет домиков. Насчет домиков и вообще насчет карты. Карта выглядит неплохо. Но видимость около нулевая. Обнаружить врага, просто выбегая, допустим, наружу, очень тяжело. И особенно, если он сидит где-то на крыше, либо сидит где-то в дверных проемах, отвратительная видимость. Насчет планировки. Все, что касается экстерьеров, вот всей вот этой штуки, которая все снаружи, играется отлично. Оно очень хорошо сделано. Как только вы забегаете внутрь домов, начинается просто какой-то сумбур. Потому что огромное количество комнат заканчиваются ничем. Ты забегаешь в комнату, она огромная, открытая комната, в ней нет ничего, в ней нет окон и в ней нет второй двери. То есть, условно, ты бежишь от какого-то чела, ты не можешь выпрыгнуть в окошко, как это ты делал раньше в Warzone. Ты забегаешь в комнату, а там нет ничего. Там все окна заколочены. Я понимаю, для чего это сделано, но, наверное, тогда надо хотя бы добавить какой-нибудь пролом в стене или добавить еще одну дверь, что-нибудь такое. Потому что это очень смешно, когда ты забегаешь в комнату, а там просто коридор. Коридор и небольшой поворотик. И все, ты можешь только назад. Вперед больше никуда нельзя. Поэтому меня это очень сильно удивляло. Второй момент с дизайном интерьеров связан с лестницами. В некоторых местах нет лестниц на крышу. Они есть снаружи, снаружи здания, но внутри здания их нет. То есть, в итоге возникает следующая ситуация. Люди подпушивают твой дом, залазят на крышу, а ты, находясь в этом доме на втором этаже, на крышу уже залезть не можешь. Потому что туда уже подпушили, это уже невозможно. Это тоже очень странная тема. Сама карта мне нравится. Сами карты, то есть, там буквально две карты. Они прикольные сами по себе. То есть, вот если на них смотреть, как на какой-то единый, блин, как кусок карты из варзона, так скажет, будет. Они выглядят неплохо. Но некоторые дома, они прям угнетают. Потому что ты забегаешь и просто ничего в них не видишь. Общее впечатление, общее впечатление от игры конкретно в этом новом режиме следующее. Играть интересно. Если все люди играют примерно так, как играете вы. Вот, допустим, я играю активно, я хочу бегать там, стреляться. И мне нравится, когда попадаются сервера, где люди тоже бегают и стреляются. Это весело. И, собственно, вы это видите на фоне. В то время, как, если вы кемперите, то вам будет нормально против таких же кемперящих челок. Потому что вы будете сидеть где-то на крыше, вот так вот стрелять, там все дела. Вам будет весело. Мне не весело попадаться в кемперских лобби. Это ужасно. У меня, говорит, жопа. Стреляться прикольно. Стрелять стало тяжелее на дистанции. Значительно тяжелее. Опять же, думаю, все просто скоро возьмут ДМРки. В упоре геймплей очень веселый. Из-за ботов геймплей очень насыщенный. И, в принципе, я жду Warzone 2, ребят. Пишите свои комментарии, как вам приходить на стримы. Стримлю каждый день с 10 на Твиче. И пока что еще стримлю на Ютубе, пока я стримлю с Плойки. Возможно, в будущем я продолжу стримить с Плойки, потому что, ну... Наземная война играется неплохо. Просадок FPS я не наблюдаю. Играется отлично. Визуальная игра выглядит неплохо. Да, конечно, есть какие-то лесенки там вместо теней. Но, если честно, я бы все равно выкрутил все эти тени в минимум. И они бы у меня были точно такие же. Такие дела, ребят. Всем спасибо. Всем пока. Надеюсь, лайк поставили. На стримы придете. Вот. Все. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok